Первый рабочий день наступившего года был отмечен укреплением национальной валюты. В ходе торгов на МВБ ее курс уходил ниже 90 рублей за доллар. Означает ли это, что гражданам стоит меньше доверять иностранным валютам? И как лучше сохранить свои сбережения? Расскажем далее. Сильного укрепления рубля в наступившем году едва ли стоит ожидать, отмечают экономисты. Снижение притока валюты в страну надо как-то компенсировать. А значит, чем больше рублей можно получить за один доллар или евро, тем больше денег поступит в федеральный бюджет. Так что один из способов сохранения сбережений напрашивается сам собой. Можно вложить свободные деньги и в доллары, и в евро, но с целью сохранения, а не с целью спекулятивных решений. А еще такой вариант неплох в случае новой волны обесценивания национальной валюты, как это было в прошлом году. Впрочем, это маловероятно. Центробанк держит руку на пульсе, так как федеральным властям не нужны подобные потрясения. Им помогает противостоять и высокая учетная ставка в 16%, установленная регулятором. Она, кстати, дает хороший стимул и для другого варианта вложения своих накоплений. Сейчас очень хорошее, выгодное время для приумножения своих денег, держа их на депозите. Ключевая ставка Центробанка позволяет сейчас перейти в режим накопления. Держать надо на депозите, потому что защитить себя от инфляции. Это просто защита своих денег. Что касается инфляции, то Центробанк прогнозирует ее в значениях 4-4,5%. Однако, как отмечают эксперты, если по факту удастся удержать рост цен в пределах 10%, и это будет весьма неплохим результатом.